Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами выкатим из ангара М4ФЛ-10. Это очень редкий танчик в рандоме, он крайне редко встречается, но перед тем, как мы с вами начнем, я хотел бы по привычке попросить каждого из вас, особенно тех, кто не подписан на мой канал, подпишитесь, пожалуйста. Для вас эта подписка ровным счетом ничего не стоит, а для меня это существенный ваш вклад в развитие моего начинания, моего канала, на котором я пытаюсь делать честные обзоры, дабы показывать вам технику такой, какая она есть, ровно как и показывать товары в магазине такими, какие они есть на самом деле, без всякой рекламы. Итак, ребятки, М4ФЛ-10. Давайте кратенько поглубимся в историю, как у меня появился данный танчик. Я его не покупал, он мне выпал из какого-то уже, честно говоря, не помню, контейнера. Я такой еще, честно говоря, даже расстроился, думаю, блин, ну выпало какое-то, как обычно, Адаробла, седьмого уровня, что-то непонятно что, опять разработчики какую-то там налеплили бурду, потому что вот этот вот корпус, который, блин, ну качует он по всем танкам, и это еще не все, которые есть с таким корпусом. Ну и вообще, я смотрю, ну бред какой-то, американская тушка, сверху французская башня, получилось такое что-то франко-американское или америка-французское. Ну, короче, лабуда, да, какая-то, по большому-то счету. Единственное, что, ну вот, раскраска неплохая, ну окей, на том большое спасибо. Итак, я беру этот танчик, который появился у меня там вот просто так вот, знаете, взял и открылся. Ну, наделил я его всякой вот этой дребеденькой, которой, как правило, мы наделяем танчики, которые нам приходят в ангар, и закатываюсь в первый бой. И каково же было мое удивление, когда я, зайдя в бой, несмотря перед этим характеристики танка, абсолютно просто решил его закатить. Я обращаю внимание на то, что в начале боя у меня заряжается не один снаряд. У меня есть магазин на три снаряда. И еще больше я офигел тогда, когда я сделал первый шот, и увидел, что мой снаряд не просто вылетел и осталось два, а он начал опять перезаряжаться. Я обалдел просто, ну, до бескрайности, потому что оказалось, что у меня не просто барабан цикличный, а у меня идет система дозарядки. А когда я обратил внимание, что я не успел, ну, как бы и глазом моргнуть, а у меня уже дозарядился снаряд, ну, там у меня вообще челюсть, честно говоря, обвисла. Потому что 1,3 секунды в барабане с системой дозарядки, этим похвастаться, ну, мне, по крайней мере, кажется, на данный момент не может ни один танчик в игре. Как правило, здесь висит циферка 3, да, а не 1,3. То есть практически в два раза быстрее перезарядка идет между снарядами. Дозарядка снарядов, она тоже, по сути, я бы сказал, бешеная. Буквально по 3 секунды, 4 секунды максимум, и у вас опять полный барабан. 144 единицы пробития. Ну, для семерок больше, чем достаточно. Может, если против восьмерок куда-то заедете, будет кого-то тяжеловато там пробить, и то под вопросом вы найдете мягкие места. 160 единиц урона, да, в принципе, для седьмого уровня, как правило, наделяют разрабы. Большинство там машинок, которые среднечковые такие себе, да, ну, или в какие-нибудь фуфловые для того, чтобы просто бесплатно вам их дать, они наделяют таким уроном. Здесь же наделен уроном барабан. То есть, по сути, у вас 3 раза по 160 за неполных 5 секунд вы можете отсандалить в кого-нибудь. По-моему, это не кисло. И таким образом урон в минуту у нас получается 2143 единицы. Это просто чума. У меня получалось отыгрывать на этом танке. Я не знаю, получится ли сейчас показать такие же результаты. Давайте закатимся в бой и посмотрим, от чего же я все-таки кайфовал. Пока мы загружаемся, я хотел бы сказать еще по поводу своих переживаний, позитивных переживаний, позитивных эмоций в отношении данного танчика. Почему у меня эти позитивные эмоции изначально возникли? Они возникли по одной простой причине. Потому что, как правило, когда вы размышляете по поводу какого-нибудь према, или когда вы хотите из сундука что-то получить, вы хотите именно какую-то одну, две, три конкретных машины. Потому что они а. имбовые, б. хиповые. Я не знаю, по каким причинам вы выбираете, по каким признакам выбираете для себя вы машинки. Я выбираю машинки, безусловно, по их возможности играбельности в моих конкретно руках. Не уверен, что всегда у вас были моменты, когда вы получали машинку, о которой мечтали, и потом разочаровывались, потому что в ваших руках она почему-то не играется. Так как она играется в руках скилловых игроков. Игроков, как я говорю, скорее всего, с подкрученными аккаунтами, которым дают эти танчики на обзор. Они выкладывают офигенные обзоры имбовых танков в ютюбе. Ну и потом, соответственно, разного рода любители танков выкладывают свои кровные для того, чтобы купить эту машинку. Ну, а ребята просто работают на рекламу врагейминга. Итак, к чему я говорю? У меня были такие машинки, о которых я мечтал. Я получал эти машинки. Они меня удовлетворяли, не удовлетворяли. То уже вопрос был разный. Но эта машинка попала мне в руки абсолютно случайно. Я даже не знал о ее существовании в игре. Я никогда не отслеживал эту машинку. Я никогда ее себе не хотел. Я не мечтал о ней. Она просто упала мне из сундука. И вот представьте себе, что упавшая машинка из сундука оказывается настолько фановой, что на ней реально хочется играть. На ней хочется мотаться. На ней хочется отстреливать. Да, она безумно картонная. Да, она плохо набирает скорость. Да, я не могу сказать по поводу того, что она очень верткая. Вернемся опять-таки к вопросам бронирования. Она реально просто картон. Вы это сейчас видите. Она прилетает куда попало и пробивает. Назад она сдает очень туго. Но, ребят, она настолько меня поразила своим барабаном. Вот этим дозарядным. На котором реально периодически раз, я не знаю, три раза из пяти, завалившись в какой-то бой, реально получается кому-то, блин, насандалить и успеть перезарядиться, и добрать, и перекинуться куда-то на второй фланг. Ребят, у меня просто нет слов. Это не реклама этому танку. Он не продается сейчас в магазине на момент, когда я снимаю это видео. Мне никто не говорил о том, что его надо отрекламировать. Ну, то есть, ребят, кроме того, что этот танк мне зашел, и я от него реально кайфанул просто на удивление для себя, больше ничего об этом танчике я сказать не могу. Я всем рекомендую, если он будет по плюс-минус нормальной цене в игре, если его выложат в каком-то ивенте, обязательно пытайтесь его выкачать. Если вы будете видеть его по сносному там ценнику золотишко в магазине, я всем рекомендую его купить. Он реально просто фановый. Я не знаю, насколько он там фармит. Сейчас мы посмотрим, что у нас получилось даже по результатам нашего проигрыша. Обязательно сейчас закатимся во второй бой. Посмотрим, да сбок нам повезет выиграть, и мы посмотрим, какой фарм эта машинка дает в случае победы. Но даже проигрыши, они реально даются вот, ну, просто с обалденным кайфом. Итак, бегленько смотрим на наши результаты. Мы вообще нифига не делали особо в бою. Мы мотались туда-назад, отхватывали от врагов. То есть сказать, что мы прям какой-то результативности, ну нет, уничтожить не уничтожили. Зато 1140 единиц урона мы намаслали, а этого немало. Мы, с учетом проигрыша, находимся на 14800 в плюсе на семерке. И мы находимся по урону на втором месте. Мы практически нифига на нем, извините, не делали. Мы просто заехали, отхватили, и, честно говоря, ну, почти там предпоследними, да, или какими-то там третьими с конца вывалились из боя в ангар. Итак, заходим еще раз. Итак, ребятки, мы опять попали в топ. И сейчас мы попробуем посмотреть, на что способен этот танчик, когда я буду меньше разговаривать. Я не знаю, как вам, мне, честно говоря, тяжеловато иногда сосредоточиться на том, что происходит в бою, параллельно рассказывая о танчике, говоря о его характеристиках, возможностях и ощущениях от игры на этой машинке в моих, ну, не всегда прямых руках и без того. А когда я еще и при этом пытаюсь выдать максимум информации за короткое время, для того, чтобы насытить вас этой информацией, чтобы вы владели всей информацией, касающейся данного танчика, того или иного, мне очень сложновато, честно говоря, сосредоточиться непосредственно на самом бое. Итак, сейчас я попытаюсь говорить чуть меньше, по-моему, рассказать об этом танчике все, что я хотел, я уже рассказал. И попытаюсь помочь нашим ребятам на линии СТ, ну и посмотрим, на что способна данная машинка, если я буду говорить чуть меньше, ну и больше прикладываться все-таки к самому бою. Единственное, что я еще не успел сказать в прошлом бою, дело в том, что у данной машинки, ну, действительно, немножко косяковые углы наводки, то есть углы наводки вверх у нее маловаты, а углы наводки вниз у нее практически отсутствуют. Это ее существенный минус, если не считать там еще дополнительные минуса в виде абсолютной картонности и отсутствия возможности танковать. Рандомная броня у нее такая, знаете, очень посредственная, в нее очень часто прилетает. Итак, зацепились мы, как пиранья, за танчик, и вот вам, пожалуйста, первый результат. Идем на дозарядку. Дозарядка у нас, в принципе, закончилась. Раз, два, три. Пошли опять на дозарядку. Да, мы немножко отхватили, не спорю, но дозарядочку мы свою прошли. Сейчас нас, скорее всего, попытаются зажать. Итак, дозарядка. Шот, ангар. Это второй наш фраг. Да, команда сливается. Но, ребят, заметьте, мы в данном бою единственные, кто кого-то выносит. Даже не буду отъезжать. Ангар. Теперь попытаемся с Т-37-м отколбаситься. Вы понимаете, дело в том, что на этой пушке, на ней реально даже не чувствуется, ты сейчас дозаряжаешь весь магазин, или ты играешь на цикличной пушке с большой перезарядкой. Ребят, четыре фрага. Просто четыре фрага на ровном месте. Вот как с куста. Я сейчас сваливаю, честно говоря, с этого фланга. Дело в том, что против меня остались две ТТ и ПТ. Я думаю, что дорога в ангар мне заказана. Это однозначно будет проигрыш. Я, безусловно, сейчас попытаюсь сделать все, что могу для того, чтобы победить. Но навряд ли у меня что-то выйдет. Они, я имею в виду противники, два ТТ, они фуловые. Точки, это, конечно, все очень хорошо. Но, ребят, я не сильно быстро езжу для того, чтобы точки захватывать. Против меня СУ-152, которая, скорее всего, катится сейчас со своего фланга сюда от мельницы, от этой. ТТ явно будет меня сейчас окружать с вот этой стороны. Но главное я вам показал. Я вам показал, что этот танчик реально может. Он реально может настолько, что просто капец. Жаль. Вот она, СУ-152. Мне очень сильно повезло. И мне сразу не повезло отхватить от СУ-152. Но, ребят, результат, вы видите, вы видите, как играется эта машинка, даже в таких косых руках, как у меня. Я, ну, реально, у меня просто нет слов для того, чтобы описать весь уровень восхищения и восторга от того, что это абсолютно по внешнему виду заурядная машинка упала мне в ангар. Итак, у нас за наши проигрыша, да, за вот наши вот 4 фрага мы сделали. Мы сделали 2700 единиц урона. Я уверен, что мы заняли первое место в команде по урону. Мы получили второй знак классности второй степени. Мы получили основной калибр. Мы получили воина. Мы получили 92 800 серебра. Это просто чума за проигрыш на седьмом уровне. Это вообще немыслимая цифра. Реально, для того, кто слился, да, в бою. То есть мы проиграли. Представьте себе, что эта машинка может с такими же результатами получить в виде серебра, если вы победите на этой машинке в этом бою. И посмотрите на результаты боя по нанесенному урону. Мы реально отыграли за всю команду. Оставшиеся игроки, они не нанесли столько же урона, сколько мы. Они втроем нанесли полторушку, тогда, когда мы занесли 2700. Мы единственные, кто делали фраги и сделали их 4. Я, честно говоря, обижен на наших соперников за то, что они не поставили мне хотя бы палец вверх за то, что мы классно отыграли. Ну, вот как-то приблизительно так. Так, ребят, на данный момент мне больше нечего сказать, кроме того, что если вы увидите эту машинку в продаже по сносной цене, которую вы можете себе позволить по своему карману, а уж тем более, если вы донатите, то тогда однозначно покупайте эту машину себе в ангар. Она будет приносить вам фан. Это то, ради чего мы собираемся в этой игре получать удовольствие, если вы не затюканный статист, задачей которого в каждом бою является не получить удовольствие от боя, а номинально просто победить. Ребят, берите эту машинку и поверьте мне, если она вам выпадет из какого-нибудь сундука, вы будете, ну, просто неимоверно счастливым танкистом в World of Tanks Blitz. Ребят, на данный момент у меня все. Спасибо большое за просмотр. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь на канал, я буду снимать дальше для вас качественный контент. Ну и поддержите своими подписками и лайками меня в моих начинаниях. Всех благ, всего хорошего. До встречи в боях. Субтитры сделал DimaTorzok